В эфире телеканала «Город» информационная программа «День города» в студии Анны Герцовской. Здравствуйте! В этом выпуске. «Война и мир» – произведение слишком сложное для понимания школьников. По мнению президента Российской академии образования Романа Льва Толстого, нужно исключить из школьной программы. Делать или не делать, 17 миллионов россиян уже сделали свой выбор в пользу прививок. Неудачная попытка взять кредит. Кто-то за деньгами идет с паспортом, другие – с пистолетом. «Война и мир» – легендарное произведение Льва Толстого. Из поколения в поколение его ценят по всему миру. Теперь в 21 веке начался разговор о том, чтобы исключить его из школьной программы. Вместо этого было предложено ввести в курс обучения Библию. Инициатива исходит из Российской академии образования, в частности, от президента РАО Людмилы Вербицкой. Она пояснила, что «Война и мир» – это слишком сложное для понимания школьников произведение. А вот Библию нужно прочесть каждому для развития духовно-нравственных ценностей и моральных основ. Одной из самых масштабных акций 2015 года, Годы литературы в России, стал «Литературный марафон». Роман Толстого «Война и мир» с 8 по 11 декабря в течение 60 часов прочитали люди во всей стране. Более 1300 человек всех возрастов и разных профессий приняли участие в чтении. Среди них были актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, спортсмены, ученые, государственные деятели и политики. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. По задумкам авторов проекта, такое чтение могло вызвать новый всплеск интереса к русской истории, к русской литературе и непосредственно к роману Толстого. Однако, как показывает практика, такого эффекта не произошло. Скорее наоборот. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, к примеру, высказала точку зрения, согласно которой изучать войну и мир в школе нецелесообразно и было бы лучше убрать произведение из школьной программы. Однако общественность совсем не согласна с чиновницей. «На мой взгляд, неправильное это решение. Мне кажется, каждый образованный человек должен как минимум знать, читать и даже немножко любить это произведение. Такое знаковое произведение, что, мне кажется, должны и дети знать о нем». «Все это нужно знать, почему вообще уже на такой степени школьников сделали программу, что они вообще ничего не изучают, можно сказать, такого. Я считаю, что нужно знать войну и мир и в обязательных программах оставить». «Это основополагающее литературное произведение, на котором училось много поколений, и каждое поколение из этого произведения выносили свои какие-то выводы. Выводы и молодежь, и зрелое поколение. Это очень важно, и я считаю, что это неправильно». «Нам в школе не давали в полном объеме это произведение. Нам так-так нужно было отрывками читать, но мы читали». «Я, честно, читала полностью, но какие-то неинтересные моменты, связанные с войной, и как девочка мне хотелось больше про любовь прочитать. Я немного перелистывала, но потом уже во взрослом возрасте читаю, то есть я перечитывала от корки до корки. «Это проходит в 11-х классах, в 10-х-11-х. Возраст детей уже свыше 15 лет, уже почти к 18 годам, я думаю, люди осознают уже в этот момент и соображают уже». «Конечно, читали и в школе, и подробно изучали, и отрывки учили наизусть, и до сих пор вот и дети учатся наши, и мы очень рады, что еще есть это». «Мне кажется, есть у нас православные уроки, и на них нужно изучать, то есть подобные, соответственно, можно не только Библию, то есть и остальные, то есть Коран, там, Петхий Завет, пожалуйста, но это уже должно быть, не касаться литературы». «Библия – это отдельный предмет. Нельзя назвать произведением, но тем не менее, это нужно изучать по желанию, отдельные какие-то факультативы, или если детей уже ведут в воскресные школы, то есть здесь нельзя выбирать. «Смешивать». «Да, смешивать, я думаю, не стоит». «Война и мир» – это роман Эпопея, охватывающий жизнь всех социальных групп России и показывающий нацию в переломный момент истории. Следующая тема также касается науки, только в несколько ином выражении. Сегодня по всей стране прошел всероссийский этнографический диктант. Рязанцы тоже приняли в нем участие. Суть теста в том, чтобы каждый гражданин смог выяснить, насколько он хорошо знаком с культурой России, что знает о тех народах, которые проживают на территории страны, об их обычаях, национальных костюмах и тех языках, на которых разговаривают жители страны. Полезен этот диктант еще и тем, что на нем можно узнать много нового. Кроме того, за него вам точно не поставят плохую отметку. На скольких языках и диалектах говорят в современной России? О какой республике средневековые географы писали, что это страна гор и гора языков? Проверить свои знания рязанцы смогли на всероссийском этнографическом диктанте. Сегодня он стартовал во всех регионах России, в том числе и в Рязани. В Рязанском регионе достаточно большое количество народности живут. И Рязань тоже многофункциональный город, поэтому цель данного диктанта – проанализировать уровень грамотности в области этнографии. Проект зародился в республике Удмуртия. В этом году впервые вышел на всероссийский уровень. В нашем городе было организовано семь площадок. Для прохождения диктанта на каждую из них мог зарегистрироваться любой желающий старше 15 лет. Нам интересно было бы узнать уровень этнографической подготовки молодежи. Очень приятно, что пришла молодежь. Вопросы достаточно сложные. Думаю, что средний барьер перейдет в 50%. Ответив на все вопросы, можно набрать 100 баллов. Как и в ЕГЭ, это стопроцентный результат. Сам тест состоит из 30 заданий. На их решение давалось 45 минут. Дарина Потанчик пришла на диктант не одна. Вместе с ней тест захотели пройти все ее одногруппники. Дарина – будущий культуролог. На первом курсе она уже сдавала экзамен по этнографии. Сейчас девушка учится на четвертом курсе. Но хорошо ли она помнит предмет, покажет диктант. Увидела на сайте, в интернете. Я решила попробовать. Очень интересно, так как это касается моей профессии. Было здорово попробовать свои силы. Интересно, как это все получится. Сколько знаний осталось в голове. Ну, я думаю, что с учетом изучения курса географии в школе и этнологии в институте, и вообще истории культуры в институте, я думаю, что мы справимся очень достойно. Доставим наш регион. Понятие этнография на слуху у многих, но на практике с ним сталкивались единицы. Диктант – отличная возможность не только показать свои знания, но и расширить кругозор. Задуматься о том, где находится старейшая мечеть, определить блюда кухонь различных национальностей и ингредиенты калмыцкого чая. Узнать, какой из языков занесен в книгу рекордов Гиннесса из-за количества падежей. Знающие люди ответят, что это табасаранский язык, и падежей в нем 48. Я никогда нигде не участвовала, я хотела, так сказать, показать свои силы, и вообще, как это и что. Буду очень стараться показать все себя. Площадки уже закончили свою работу, но пройти тестирование можно и сейчас – в интернете. 5 октября в 13 часов тестирование на официальном сайте мирэтно.ру завершится. Для интернет-пользователей результаты станут известны сразу. А итоги работы площадок будут подведены через месяц – 4 ноября, в День народного единства. В прямом эфире портала эксперты озвучат правильные ответы и дадут развернутые комментарии по каждому из них. А прошедшие диктант люди смогут узнать свои результаты. С наступлением осени тема прививок становится все более актуальнее. Пусть сейчас достаточно тепло, но вирус не дремлет. Доктора рекомендуют делать прививки в октябре до начала сезона заболевания. После наступления ноября организм уже не успеет выработать необходимый иммунитет. Вирус же займет боевые позиции. Возможно, именно поэтому сейчас уже более 16% рязанцев сделали свои прививки. В этом сезоне ожидается атака трех штаммов вируса. И с одним из них медики связывают повышенные риски. Сделать прививку, чаще мыть руки и больше спать. Настоятельно рекомендуют врачи, чтобы в сезон гриппа не заболеть. Сейчас самое время для того, чтобы провести вакцинацию. Пока вирус только набирает силу, до больших городов еще не добрался. Противостоять заболеванию помогут элементарные правила профилактики. Пока сезон не начат гриппа. Погода хорошая, люди немножко сейчас хорошо себя чувствуют. Первую волну простудных заболеваний и гриппа ожидали во второй половине сентября. Дети и взрослые вернулись в коллективы и, попросту говоря, начали обмениваться бактериями. Результат этого обмена не так уж и безобиден. Грипп чреват серьезными осложнениями. Поможет их избежать вакцинация. Она инактивирована, она не живая, эта вакцина. Эта вакцина, так называемая, вот та, которая производится, кстати, у нас в Рязани, в Рязанской области. Это вакцина четвертого поколения. Одна из наиболее продвинутых вакцин, которая используется на предприятии, производится на предприятии с самыми современными инновационными технологиями. Первая партия вакцины уже поступила во все регионы. За эффективность вакцины отвечает штаммовый состав. Его в этом году частично заменили. А все потому, что вирус гриппа дал очередную мутацию. В этом сезоне эпидемиологи ожидают сразу несколько штаммов вируса гриппа. Самый опасный – Гонконг. По мнению врачей, против этого гриппа иммунитета у нас попросту нет. Все начинается с першения в горле и озноба, а затем инфекция спускается вниз по дыхательным путям, поражая бронхи и легкие. Спора вокруг вакцинации от гриппа много. Противники считают, мол, угадать штамм практически невозможно. Гриппопрививку будете делать или уже сделали? Не буду. Почему? Я никогда не делаю. И не болею. Не планирую. Почему? Их столько штаммов, что угадать невозможно. Нет, не буду делать. У меня аллергия. Я после приивки плохо себя чувствую. Весна, преимущественно сейчас циркулирует на территории России, мира, три варианта вируса гриппа. Это вирус свиной, так называемый H1N1. Кроме того, так называемый вариант H3N2. Гриппа и грипп B. Вот они в основном определяют палитру. С наступлением сезона гриппа люди сметают с полок аптек марлевые повязки. При этом не все понимают, что именно от гриппа они защищают плохо. Ведь инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и через слизистую. Достаточно взяться за ручку двери, за которую держался больной, и после этого потереть глаза. Впрочем, имеет значение не только личная гигиена. Очень важно, например, как мы спим, точнее сколько. По данным специалистов, во сне активно вырабатываются клетки, которые формируют наш иммунитет. У людей, чей сон меньше шести часов, шансы заболеть повышаются сразу в несколько раз. Необычным способом рязанец попытался взять кредит в микрофинансовой организации. Вместо паспорта он взял с собой пистолет и надел медицинскую маску. Правда, мероприятие успехом не увенчалось, да и проценты за кредит могут оказаться слишком большими. В полицию обратилась работница микрофинансовой организации, расположенной на улице Интернациональная. Девушка сообщила, что в офис быстрого кредитования ворвался злоумышленник, лицо которого было спрятано под медицинской маской. Угрожая пистолетом, мужчина потребовал у сотрудницы деньги из кассы. Добыча преступника стала 21 тысяча рублей. Забрав деньги, злоумышленник поспешно скрылся. Сотрудница микрофинансовой организации не растерялась и моментально нажала на кнопку тревожной сигнализации. Я подбежала, закрыла дверь, нажала тревожную кнопку, позвонила в полицию. Охрана приехала минуты через две, через три. Они уже стояли у меня около двери. Следом приехала уже полиция. Позже на записи камер видеонаблюдения было видно, что в спешке на разгоряченный налетчик идет к выходу, нароняя купюры на пол. Используя материалы системы видеонаблюдения, оперативникам по характерным особенностям поведения злоумышленника удалось установить личность подозреваемого. Ранее этот 23-летний рязанец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и причинение вреда здоровью. Поэтому его повадки были знакомы сотрудникам уголовного розыска. Злоумышленника разыскали и задержали. При досмотре у задержанного обнаружили пневматический пистолет и одежду, которая была на нем в момент разбойного нападения. Выяснилось, что медицинскую маску он купил непосредственно перед нападением в соседней с офисом аптеки. Затем он ее выбросил. Полицейские изъяли у злоумышленника почти все похищенные деньги. Две тысячи он успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В Рязани планируется заменить старые маршрутные такси автобусами большей вместимости. Городские власти обеспокоены состоянием общественного транспорта. Причиной этого стал пожар в маршрутке, который произошел месяц назад. Автомобиль находился в момент возгорания на остановке около Плитаевского рынка. Пострадавших не было. А вот машина сгорела почти полностью. За баранку будет жить шофер. Рязанские маршрутки вновь в центре внимания. С завидной регулярностью с ними случаются различные происшествия. Но в этот раз речь идет о замене старых маршруток на новые. На место менее вместительных, таких как «Газели», придут микроавтобусы. Те, у которых несколько большая вместимость. В том числе и за счет того, что в некоторых можно ездить стоя. С такими машинами рязанцы уже знакомы. Они ежедневно проявляют себя на дорогах города, как и старые «Газели». Вообще-то летают хорошо. Страшно. Я считаю, что бывает и опасно. Опасные, очень опасные. Вообще-то я не езжу, честно говоря, никуда. А на чем вы ездите? А ни на чем, я хожу. Людей много сажают. Но мы сами туда садимся. Что-то надо делать, наверное, с водителем. Запретить разговаривать по телефону во время движения. Ну, а как выдавать все эти деньги, билеты считать? Я тоже не знаю, как кондуктора посадить. Решение о грядущей замене машин было принято в связи с тем, что у ведущих рязанских перевозчиков заканчивается срок действия договоров. Уже в декабре этого года и в марте в следующего. Так что сейчас вырабатываются условия для новых контрактов. Речи о замене маршруток на небольшие автобусы, такие как ПАЗ, не идет. В некоторых городах России, например, в Нижнем Новгороде, так называемые ПАЗики являются именно маршрутным такси. Они вмещают больше людей, чем микроавтобусы. Но граждане Рязани считают, что такие большие автобусы не для нашего города. Мне кажется, они более неудобные, эти ПАЗики. Они ходят дольше. Мне кажется, маршрутки быстрее. В свою очередь, нынешние маршрутки продолжают удивлять. Накануне выяснилось, что один из водителей курсировал по маршруту с разбитым люком и осколками стекла в салоне автомобиля. Другой случай связан с разбоем. Рязанца, устроившего год назад нападение, в маршрутке скоро осудят. Так что новости об этих транспортных средствах не перестают утихать. Пока можно говорить лишь о том, что в городе до 2020 года обновится парк маршрутного такси. Будут курсировать только микроавтобусы. И пусть даже старые маршрутки, которые, возможно, не могли вместить лишние пять человек, будут заменены новыми, от этого стиль вождения самих водителей микроавтобусов не изменится. Ситуация на дорогах, скорее всего, останется прежней. На данный момент мы ждем комментарий представителей администрации города по поводу замены старых маршруток на новые автомобили. Он должен быть представлен нам в течение семи дней. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok